Ах! Ах, какой красивый! Красивый пёс! Да! Обниматься любишь, да? Обниматься! Какой ты! Да! Чихоня! Чихоня! Ой! А мы уже на подъезде к Гудаури. Остановились немножечко размяться. Сидим мы на границе. Грузинскую мы прошли за 12 минут, а на российской стоим уже 30. Не знаю, чем это закончится, но надеюсь, закончится быстро. И самое интересное, что грузины, они пропускают тебя и кажется, что они такие все добродушные, все хорошо с ними. Только подъезжаешь к русской границе, вот разве что автоматом тебе в лицо не тычут, а только такие лица, как будто, я не знаю, ты наркотики какие-то провозишь, они об этом знают, но ничего с этим сделать не могут. В общем, какие-то у нас погранцы не очень дружелюбные ни разу. И это, кстати, не только на российско-грузинской границе, это прослеживается на всех границах, почему-то русские прям на адском негативе. Непонятно, почему вот расстояние 3 километра между людьми, и такие разные, и такое разное отношение, очень странно. Шмана машины в поисках винища. Надеемся, что мы проскочим, и беспадываем. Сейчас загуглим, сколько можно вообще везти. У тебя 7 бутылок, а я скажу, что у меня 3, и 1 открытая. Три литра у прогоних напитков. Три литра можно? Блин. Главное не дергаться. Почему три? А, три литра, это не три бутылки. Оно сколько будет? Три разделить на 0,75. Сколько это бутылок? Четыре? Да, ладно, он был рассумен. Ладно, ты главное не дергайся. И все будет пучком. Не факт, что нас вообще даже будут проверять. Три, потому что я где-то слышал 0,05, 0,09. 18-й год. Ты где? Ты на форуме что ли еще? Нет, просто. Добрались мы до границы. Грузия с Россией. И сейчас вот стоим в очереди. Пока доезжали туда, в сторону Грузии, перед нами было вообще 3, что ли, или 4 машины. Мы проскочили границу минут за 20. А сейчас вот перед нами машина 10 стоит. Время 6 часов 12 минут. Не знаю, сколько будем стоять. Надеюсь, что не очень долго. Очень хочется кушать, а у нас ни воды, ни еды. И только Саша со своими носками. Вонючими. Хотя навигатор вон пишет пробку на 4 минуты всего лишь. Мы заехали в очень крутой ресторан-кафе Дендрариум. И сейчас покушаем. Там очень вкусные делают осетинские пироги. Здравствуйте. Что, туда же пойдем? О! Вот, короче, мы сейчас будем кушать. Краснодарские тачки гоняют вообще как не в себе. Как будто они вообще никакого отношения не имеют, наверное, к скорости. Господи, потому что он 150 уехал. Мы с вами в Санкт-Петербурге. Шеврельный курс. Там когда-то по этому, блин, габардин, габардин ехать, там такие же. Ну там горные джигиты отчаянные. У них в крайней скорости. Пердящих приорах, блядь. Едет в темнотище, блядь. Летит 140, блядь, на этой приоре. Она, сука, неуправляемая, блядь. На серпантине еще. Да понимаешь, если бы он ехал, там, вроде, чем Порше, джип. Ну, как-то среагировать можно. Нам осталось до дома 1141 километров. Но расчетное время у нас каждый час увеличивается. Плюс часы. Изначально должны были приехать во сколько? В три, Сань? Да, наверное, не знаю, не помню уже. А сейчас уже в 20-23 мы должны приехать. Я думаю, что мы часов в 10. Ну, наверное, да, в 10. Сейчас хотя бы уже платник пошел, уже иногда полегче. И мы в светлое время суток едем. Вкусно, наверное, вкуса будет все окно. Сейчас вкуса будет 110. Плюс веку съедут. Хочется сходить завтра в спортзал. В сауну. В спортзал я, наверное, не дышу, когда сауну хорошо будет. Поэтому еще вот эту тюрьму надо обновить, потому что тут еще ничего, а здесь все поломалось. Так что завтра приедем ко мне, а я тянем, тетя отменики, приводим в порядок. После трехнедельного загула. До самого страшного раньше поста до цехеровой балки осталось 20 километров. Как-то... Как-то... Самого страшного поста? Да, пост ГАИ, самый страшный, тетя отменикнул. Там как-то уехали перед Олимпиадой в Сочи в сторону Красной Поляны. Нас там остановили, и у нас машину просто вытряхнули всю. По ней... Ну, прошлась собака своими грязными лапами. Потом мы оттирали всю приборную в панель. У меня все чемоданы просто... До последнего носка вытаскивали из чемоданов одежду. Это было, конечно, уже неприятно. Это все еще было ночью. В такой мерзкий снегодождь. Такая дождь на улице. В общем, там прям шестили полицейские. Так уж сильно. Поэтому я этот поезд помню. Нежно и трепетно люблю. И что-то нам очень сильно повезло. На нас даже не посмотрели. Видимо, видят московские номера, что едут в сторону дома. И пропустили. И что-то они там заморачивались с какими-то фурами. Так что мы... Проскочили со свистом. Цукерову балку. И слава богу. У тебя каждый раз у меня прям внутри все съеживается. Когда я и пришла. Мы проехали Ростов. И Арсай. И, в общем, у нас осталось... 550 километров в Белороне. А ты можешь поставить тут эту заправку, тот нефть? Судой? Ну да. За 550 километров, я думаю, мы проголодаемся как раз. Я просто не знаю, где она. Там одна, по-моему, перед Воронежем, тот нефть. По трассе М4. Воронежская область. И все замело снегом. Так что будет у меня шанс потренироваться кататься на лыжах в Подмосковье. Что у нас есть тут? Салатики вкусные. Котлеты. Плюшки. Куда же без плюшек? В общем, у меня тут заправка котлет. И мой сегодняшний ужин. Борщец. Котлеты по-тийски. И винегритик. У Сашки почти то же самое. Только драники вместо котлеты по-тийски. Так что мы ужинаем. И все. И без остановки уже едем до дома. Мы, кажется, привезли снег в Воронежскую область и довезем его до Москвы. Очень много снега. Мой пыжик, привет! Привет! Скорее буду ехать до дома и помыть себя. Хом, свит хом. Ура! Мы доехали домой. Сейчас мы в Чертаново. Сейчас будем откапывать Сашу на машину и перегружать туда его вещи. А потом я пойду к Илюшке, к брату, спать. И завтра поеду к себе домой, потому что сил уже нет. Время 0 часов 40 минут. И мы ехали чуть меньше двух суток из Грузии. Так что все. Всем пока! Спасибо, что были с нами! У-а-а! Ну что, закончилось наше путешествие. Сдаю я багажник тульевский. Сейчас его будут снимать. Все, малыш мой теперь голенький, без багажника. И чистенький. Правда, пока доехала 100 метров от мойки, уже заляпалась.